Есть салоны красоты. Один из них находится в Москве, и он самый большой, премиального класса. Сейчас боль у всех одна, все хотят зарабатывать. Порядка 140 тысяч. В итоге оплатят только 5 человек. Знаете почему? Друзья, всем привет! С вами я, Федор Спиридонов. Илья Терновой. И вы на правильном пути. Вы смотрите наш выпуск очередной, где для вас специально будет давать инсайты. Илья Терновой. Человек, который является одновременно экспертом и продюсером, в очень популярной нише, которая неубиваема. Это ногтевой сервис. Сегодня у нас в гостях Елена Петрушина. Невероятно хрупкая и очаровательная дама, за плечами которой большой бизнес, с которым она успешно справляется. Смотрите этот выпуск до конца, вы получите максимум полезной информации и мощных инсайтов. И не пропустите, в конце выпуска у нас, как всегда, розыгрыш. Это правда. Ну что ж, Елена, добрый день. Мы очень, я безумно рад сегодня оказаться в кадре, да, потому что мы за кадром уже пообщались. Я понял, что разговор и темы, которые мы сегодня будем поднимать, они будут невероятно интересные. Понятно, что мы сюда пришли разговаривать про онлайн образование, но хотелось бы поговорить о вашем пути до этой сферы деятельности, то есть о вашем офлайн бизнесе, который у вас есть. Мы знаем, что он есть, поэтому давайте. Да, у меня есть салоны красоты. Один из них находится в Москве, и он самый большой, премиального класса. Вопрос был в том, что мне надо было обучать сотрудников. И так как я сама являюсь мастером, не только директором, я постоянно искала вариант, как мне сделать так, чтобы автоматизировать процесс обучения персонала. И я записывала на телефон, записывала на видеокамеру. И потом подружка у меня, у которой огромный бизнес в сфере продуктов питания, она увидела это все и сказала, слушай, а что ты мучаешься, да? Сделай себе онлайн-школу. Ты помимо того, что своих будешь обучать, еще и зарабатывать на этом. Вот так я познакомилась с акселератором и стала дальше копать, изучать. И за два дня приняла решение, и вот я уже здесь. Ну вот, собственно говоря, все вопросы уже раскрыты, все темы. Если вас заинтересовала индустрия онлайн-школ, чтобы продавать свои знания и знания своего эксперта, и вы хотите узнать, как это сделать, получите пошаговый план и список актуальных ниш в этом году. Записывайтесь на бесплатный мастер-класс «Как создать свою онлайн-школу, продюсировать себя или своего эксперта». Ссылка в описании под этим видео. Кликайте, переходите, регистрируйтесь. Вы являетесь и продюсером, и экспертом. И я так полагаю, что вы львиную долю работы возложили на свои хрупкие женские плечи. Скажите, чем вы занимались сами, и что вы делегировали каким-то подрядчикам? В общем, не знаю, дизайн делали вы сами или нет? Аватар целевой аудитории составляли сами или нет? И как вы выбирали вообще, что делать самостоятельно, а что делегировать? Так как я хотела изучить этот процесс досконально, потому что прежде чем делегировать, как в акселераторе учат, надо сначала разобраться самому, потому что чтобы ты мог спросить результат, чтобы понимать, какой должен быть результат. Люди разные, со всеми сложно, и найти сразу эксперта сложно. Либо это дорого, а так как проект был только на стартапе, не хотелось много вкладывать, я решила постепенно все это изучать самостоятельно. Поэтому посадочные страницы, тексты, все я делала сама, прописывала портрет целевой аудитории тоже самостоятельно. Самостоятельно проводили пробные вебинары, потом я прозванивала, все это записывала. На самом деле это интересно. Ты понимаешь, кто там, кто твой клиент. Тогда у меня следующий вопрос. Сколько понадобилось времени, чтобы самостоятельно разобраться, изучить и проделать всю эту работу? Но на самом деле я не могу сказать, что на сегодняшний день я являюсь прям гуру, профи. Я считаю, что чем больше ты изучаешь, тем больше ты понимаешь, что ты ничего не знаешь. Надо учиться постоянно, все меняется, все растет, все движется. Это такое состояние. И постепенно я стала искать экспертов. Сначала я взяла просто людей, которых точечно обучила. Кого-то научила собирать аудиторию на вебинары, кого-то научила прозванивать тех, кто посетил вебинары, составила скрипты. Дальше уже больше. И когда я поняла, что все, есть уже протестированный продукт, он работает хорошо, автовебинары записаны, я стала уже искать более серьезные компании, которые приводили мне большое количество людей на вебинар. То есть создавали автоворонки. Я уже понимала, как они работают, что мне требовать и как платить им за это. То есть автоворонки, это все-таки на аутсорсинг все было выдано? Конечно, конечно. Так у меня все-таки вопрос такой. Вкратце был уже ответ, да? Но за два дня вы приняли решение пойти учиться в акселератор. Да. Сколько стоил пакет, который вы купили? 250 тысяч. Так, это не самый топовый пакет, но, в смысле, не самый дорогой. Да, да. Я решила попробовать. Попробовать. Сколько понадобилось времени с того момента, как вот вы начали изучать и запустили, вот именно запустили свой первый вебинар или там уже курсы? Первый поток пошел. В сентябре, 1 сентября мы запустились уже... Три месяца. Да, да, три месяца. Потому что я люблю, когда все досконально, чтобы не было неожиданностей, все мелочи наперед, думать на несколько шагов. На тот момент, когда были вебинары сделаны, курс уже существовал, записанный? Или были сделаны вебинары, посмотрели, сколько людей купили курс и потом уже начали делать курс? На самом деле было записано всего несколько уроков, но так как в акселераторе настоятельно рекомендуют сначала продавать, а потом записывать, да, это реально работает. Я была в шоке, как это так. Как продавать то, что ты даже не можешь объяснить на вебинаре, да? Люди задают себе уточняющие вопросы. Как проходит обучение? Сколько там видео? Сколько теории? Как проходит практика? Если вас интересует онлайн-школы, но много вопросов и сомнений, у акселератора есть бесплатная 30-минутная консультация с экспертом, который готов ответить на все ваши вопросы, разобраться с нишей, который поможет найти эксперта и расскажет, как с ним договориться. Он расскажет вам о тех шагах, которые вам нужно совершить, чтобы у вас появилась своя онлайн-школа. Регистрируйтесь по ссылке под этим видео. Как вы составляете портрет аватаров, да, то есть, либо аудитория? Это те же самые люди, которые у вас находятся в салоне, да, приходят? Или это какие-то другие персонажи, вот, которые вы там... Он один аватар или их несколько, соответственно. Сколько достаточно аватаров, там, например, для вашей онлайн-школы должен быть, там, два, три или шесть портретов? Порядка пяти. Одним тут точно не отделаешься. Это мастера, которые... Люди, которые хотят стать мастером, да, это от домохозяйки до медицинского работника, который хочет полностью поменять свою профессию. Это может быть женщиной в возрасте. То есть, это конкретные примеры. Прямо расписываешь подробно, где работает, сколько получает, на каком виде транспорта передвигается, есть ли личный автомобиль, замужем, не замужем, наличие детей. Все подробно, прям вот, четко, подробно. Это реальные люди. То есть, вы прям берете какой-то конкретный человек и отписываете его, да? Да, да. А где вы эту информацию вообще берете? То есть, например, там, тоже человек, там, я знаю, вот, читал, тоже в рамках битвы. Мы участвовали в битве, как наблюдатели, был доступ к некоторым материалам, вот. И эксперт, который продвигался в онлайн-школу, написал, встает в 5 утра, я, блин, думаю, откуда она эту информацию взяла? То есть, вы обзванивали их, или как вы, гипотетически? Подробно общаешься с людьми, то есть, задаешь такие вопросы, конечно. Ну, в салоне, непосредственно. Ну, почему я могу это сделать по соцсетям? Ну, когда они обращаются ко мне за какой-то помощью в ответ, я получаю от них свою информацию, которая мне нужна. Все же должно быть взаимовыгодно. Елена, скажите, пожалуйста, вот у всех модель онлайн-бизнеса, она разная. Кто-то говорит, что я не люблю автовебинары, я не люблю, там, записанные курсы, да? Ну, то есть, кто-то говорит наоборот, вот автовебинары, курсы, и все, я освободился, да, то есть, бизнес работает. Вот, как вы считаете, в чем все-таки преимущество вот именно автовебинаров? Потому что мы знаем, что у вас именно автовебинар, и нет ли у людей такого отталкивающего момента, когда они понимают, что с ними не живой человек? Если правильно подготовиться, провести много-много живых вебинаров, да, смотреть рекомендации акселератора, именно как проводить, готовиться к автовебинарам, то люди даже не поймут, что он не живой. Есть схема, это все просто. Действительно, когда ты не знаешь и пытаешься, да, я запишу, пусть люди смотрят, это не работает. К этому надо готовиться. Какие вот моменты должны быть, хотя бы там несколько примеров, для того, чтобы человек не понимал, например, что это автовебинар? Не называть дату, не называть курс доллара, там, не знаю, евро, не говорить, какое время дня, добрый день, добрый вечер, просто всем привет, да, абстракция. Не произносить такие вещи, как даты, там, скидка действует только до 3 апреля, да, вообще даты не произносятся, там, либо курс стартует 1 и 15 числа каждого месяца, все. То есть это много-много таких. Как вы дифференцируете, скажем так, рекламный месседж на разные аватары? То есть, ну, по-любому же получается то, что продукт один, вот, какие-то рекламные, не знаю, у вас универсальные предложения, или как вы вообще отстроили выгоду, боль для каждого аватара, для каждой целевой аудитории? Ну, сейчас боль у всех одна, все хотят зарабатывать, конечно, все хотят легких денег. И если объяснить, что ты просто экономишь, тебе не надо никуда ехать, ты сидишь дома и в своем ритме обучаешься, да, у тебя есть наставник, я их заинтересовываю тем, что у тебя есть я, ты можешь мне в любой момент позвонить, написать, ну, в принципе, написать, где бы ты ни находился, в каком городе, даже после обучения у тебя есть поддержка. Если ты взял премиальный пакет с моим личным сопровождением, самое крутое в жизни, что ты можешь получить, это такого эксперта, как я. Людям это очень нравится, и по статистике премиальные пакеты идут прям как горячие пирожки. Без сопровождения люди не очень хотят, сомневаются в себе о своих силах. Ну, это получается, какой бы ни был портрет, все хотят премиальный. Да, по статистике, да, все хотят вот именно, как себя продать, как себя преподнести. Возможно, это просто ваша целевая аудитория, которая уже привыкла к премиальности за счет вашего салона, нет? Нет, я бы сказала по-другому. Это девочки, которые знакомятся через вебинары со мной. Я рассказываю свою историю, как я добилась того, что у меня есть сейчас. И они все хотят быть похожими на меня. И поэтому, если я говорю, что учиться так, делать так, они все это делают, они следят в соцсетях за мной. Поэтому самое главное, это чтобы люди тебе доверяли. Если ты открыт, если ты не обманываешь людей, если ты честно рассказываешь, да, что да, я готова тебя научить, но это не будет быстро. Да, я буду требовать от тебя домашнее задание, но ты же хочешь результат. Просто все-таки хочется понимать. У нас вот сформировался в нашем бизнесе образ одной целевой аудитории и каких-то там отстроек от него мы не особо видим. Мы понимаем то, что у нас там, например, правильно мы за кадром общались, это в первую очередь женская аудитория, там 27 и чуть старше, которые уже там состоялись в бизнесе. Есть свободное время, свободные финансы, и нужно хобби и увлечения, и хотят интересных знакомств, да, и еще провести свободное время. Красиво провести свободное время, да. Ну вот, у вас тоже плюс-минус она одинаковая, но вот пять портретов, можно там хотя бы вот три назвать там, вот, то есть какие триггеры и что за портреты, я хочу вот как бы к этому подвести. Надо общаться с людьми, чтобы понять их боль, да, вот именно какие сейчас тенденции, да, чтобы они были в теме, да, там, допустим, какой-то вид, вот то, что вы продаете через онлайн-школу, оно должно цеплять, оно должно обладать уникальностью. И всегда, даже несмотря на то, сколько у вас конкурентов, какие у вас конкуренты, это в любом бизнесе, и в онлайн то же самое, ответьте себе на один вопрос. Почему люди должны заинтересоваться вами, а не кем-то другим? В чем ваша уникальность? Чем вы уникальны? Просто в душ мне сейчас сказали. В чем ваша уникальность? Поэтому ответив на этот вопрос, можно уже дальше строить логическую цепочку. Каких клиентов, кто ваши потенциальные клиенты, как их привлечь, чем вы будете цеплять? Должна быть уникальность. Либо я придумал. По всей видимости, вам придется Илье ответить, в чем его уникальность. Потому что он потом будет нас мучить этим вопросом. Пожалуйста, в чем моя уникальность? Пишите в комментариях, в чем уникальность Илье, друзья. Ну, хотя бы внешне. Вы уже не первый раз видите интервью, в котором он проявляет себя в деле. Так что наверняка у вас уже есть какой-то ответ. Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и комментируйте, что бы вы хотели узнать еще. И мы постараемся ответить на все ваши вопросы в следующих интервью. Продолжим нашу беседу. В принципе, повлияло ли наличие онлайн-школы на развитие бизнеса в офлайне? Форсировало ли это приток клиентов, может быть, больше? То есть, узнаваемость в любом случае, она же возросла, и в Москве, и за пределами столицы. Вот, если это сказалось положительным образом, то как и в чем это проявляется? Конечно, повлияло. Это повлияло на развитие. У меня появился интерес развиваться лично и строить бизнес дальше круче, масштабироваться. Потому что когда салон один, второй, третий, да, это классно, но когда ты этим 20 лет занимаешься и знаешь от и до досконально, что будет через 2 минуты, что будет через 3 минуты, это уже неинтересно, уже вкус теряется, хочется какого-то драйва, движухи дальше. И онлайн-школа, она позволила мне балансировать, найти золотую середину, потому что бизнес, он очень много времени требует, и это имидж, это бизнес все-таки имиджевая штука у меня, да, и нельзя потерять лицо, нельзя ошибиться, поэтому каждый вебинар, каждый продукт, который я готовлю к продаже, он всегда отточен от и до, чтобы не было ошибок. Потому что онлайн-бизнес, это такая среда, где желательно не ошибаться, особенно если ты только-только начинаешь, потому что это интернет, это все останется в интернете, даже наш с вами разговор сейчас, и рано или поздно это всплывет. Все-таки надо формировать свой имидж более положительный, и тогда уже люди к тебе потянутся сами. Затронули тему того, что в интернете все остается, интернет все помнит. Вот, и есть негативные отзывы, и в принципе всем свойственно ошибаться. Мы люди, мы человеки, да? Да, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Вот, совершенно правильно, кто из дивана не встает. Ну вот, и как бороться именно с возражениями? То есть, ну в любом случае, там можешь получить один негативный отзыв, два или три на первых парах, или в какой-то определенный момент, когда у тебя что-то там, ты решил какую-то инновацию привнести в бизнес и не совсем выстрелил в это, да? Вот, как вы думаете? Может быть, вы знаете, обладаете какими-то инсайтами, кейсами от акселератов, вы прошли обучение, мы нет, мы только там в битве поподглядывали в щелочку, такие два вояриста сидят. Вот, и у вас, может быть, наверняка информация по этому поводу больше. Ну, в опыту точно. Это третий крутой вопрос, да? Второй. Второй? Все. Как бороться с негативом? Конечно, у акселератора есть четкая схема действий. В любой ситуации, да, во время вебинара, прямого или это в записи, там все продумано, даже вопросы прописаны, примерно какие вопросы. Но я к этому готовилась, писала всегда, думаю, господи, только бы не было негатива. И вы знаете, могу сказать, что на сегодняшний день, может быть, это моя заслуга, но реально, вебинары у меня по 300, по 500 человек, и негатива нет. Если более-менее какой-то вот всплывает, а что это вы там что-то рассказываете, кто-то что-то пытается, то мои люди, которые как у Бузовой, сразу закидывают камнями. Да, они сами все делают. Я даже не обращаю на это внимания. Во время вебинара, там же в любом случае задаются вопросы, как вы меня слышите, или на автовебинаре уже нет таких вопросов, поставьте плюс, поставьте единичку. Есть, но когда автовебинар, автовебинар записывается с живого вебинара. Там два варианта есть, либо ты один записываешь, когда ты там сидишь, только с камерой, но потом ты будешь писать пять тысяч комментариев. Это очень тяжело, это невозможно, я даже и не пробовала этот вариант. А если ты пишешь с живого вебинара, то у тебя уже есть комментарии, и все идет синхронно. Ты спрашиваешь, люди отвечают, и к ним присоединяются новые. Там это видно, когда автовебинар... В любом случае будет, да? Конечно. Бывает такое то, что там в комментариях задают вопросы, на них отвечаете? Да, я могу сидеть, отвечать. Ну, то есть, да, вот во время автовебинара задают вопросы, и человек не получает ответы. Или получает? Надо строить вебинар так, чтобы там были ответы на все вопросы. Надо учитывать возражения, которые могут быть. И именно для этого нужно проводить живые вебинары, чтобы все вопросы выявить и закрыть. Да, да. Бэн! Все, спасибо. Вот для чего. Теперь у меня сложилось понимание, для чего акселератор говорит просто штампуйте вебинары, говорит, делайте, 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 делайте их как можно больше, потому что вот теперь я понял, для чего? Для того, чтобы оттачивать. Понимать. Сколько было изначальных вложений на период запуска? Сколько вложили денег в запуск? Первый тестовый там 10 тысяч, да, там это делал человек, который у меня работал, я ему за это ничего не платила, я ему оплатила обучение, и он его отрабатывал. Обучение стоило 5 тысяч рублей, да, то есть, ну, таких денег больших это не стоило, там, я не знаю, камеру дополнительная купила, софтбокс 2, там, микрофон 2, на всякий случай. Записывайте у себя в офисе? Да, да. Плачет очень удобно. И сколько на первом потоке было людей? На первом потоке было, сейчас скажу, так, порядка 25 человек. 25 человек? А 3 пакета у вас, да? Да, там стартовый, лайт, и с моим сопровождением. У меня очень много пакетов, я дробила продукты, готовила их маленькие, а сейчас я их уже в большие пакеты, ну, то есть, там целая система, на самом деле, на сегодняшний день у меня продукт, он не один, его многое, можно продавать кусочками, блоком, пакетом. Какая прибыль была после первого потока? Порядка 140 тысяч от первого потока. Скажите, пожалуйста, все-таки количество сейчас людей, которые смотрят ваш вебинар, оно возросло, вот, и где вы черпаете холодную аудиторию, через какие ресурсы, через какие каналы? Контакт, где вы вообще делаете посевы, вот эти, для того, чтобы подчеркнуть там. Вот это я уже доверила профессионалам, я сказала, что группа у меня ВКонтакте, основная целевая аудитория ВКонтакте, да, ВКонтакт у нас на первом месте стоит, поэтому вся воронка, мы все загоняем туда, это уже не моя задача, мое дело, заплачусь, а почему ВКонтакте, почему там вот не Инстаграм, там же тоже, мне кажется, это рассадник бьюти-блогерства. Это немножко другое, Инстаграм, это все-таки другая аудитория, моя целевая аудитория сидит именно ВКонтакте, я провела аналитику, я посмотрела, где, сколько, кого, а как, как провести вот эту аналитику и пробовать, тестить Facebook, тестить Instagram, тестить вконтакте, и смотреть результаты. Проверяется рублем, естественно, все, как вы определяли бюджет, например, там, ну, кто-то такой думает, ну, я же тоже проверяю, потрачу гулять-то гулять 100 рублей, а вы наверняка какую-то другую сумму определите, нужно сумму комфортную для себя определять, сумму определять, исходя из того результата, который ты хочешь получить, например, я хочу заработать там 50 тысяч рублей там за первый там поток или там на вебинар, такое-то количество определить, как это все вот это там высчитывается, то есть, как определить это? по-моему, это третий крутой вопрос. Как же вы это определили? Третий крутой вопрос, держи, дарю. Я специально, чтобы доработать эту тему, наняла себе финансовая аналитика, беру личные уроки и, наконец-таки, я полюбила эти цифры. И что могу сказать? В начале, когда вы тестите, зайдет продукт, не зайдет, чтобы что-то можно было поменять. Тратить надо ровно столько, сколько тебе не жалко потерять. Потому что, возможно, ты потеряешь. Риски высоки. Сколько ты хочешь? 100 тысяч. Пожалуйста, пробуй. Просто мы когда там полемизировали с коллегой, с одним, вот он говорит, что я откладываю на рекламу 20% от своей вообще прибыли. То есть, вот он таким-то аргументом. 20% я на это откладываю, 20% на то, на 5, на 10, ты не будешь говорить, ну, что он там откладывает. Вот. Вот таким-то образом он руководствуется. Получается, у вас есть, например, условные какие-то 50 тысяч, и ты вот там уже понимаешь, что... Конечно, конечно. Потом ты уже понимаешь схему, ты понимаешь, сколько ты, какую аудиторию ты привлек, сколько пришли на вебинар, сколько из них оставят заявки и сколько из этих заявок купят. там очень много нюансов, потому что просчитать досконально есть примерные цифры, они у всех будут разные. Плюс-минус акселератор дает эти цифры, но если вы вот на самом последнем этапе, когда уже люди оставили заявки, например, у вас 100 заявок, вы сидите вдвоем, да, такие, ну что, у нас 100 заявок, и ждете, пока они оплатят. В итоге оплатят только 5 человек. Знаете почему? Потому что вы не сели и не прозвонили остальных, кто оставил заявки, понимаете? Как, как этих людей прозвонить, насколько правильно с ними побеседовать, вовремя понять, ваш, не ваш, вообще целевой клиент, предоплаты, там столько нюансов, это вот каждый момент надо изучать. Поэтому, может быть, со 100 заявок 5 продаж, а может быть, 40. А вот такой вопрос. У нас на сайте тоже на нашем есть, в принципе, для того, чтобы с нами познакомиться, как с проектом, тоже там графа, там человек может оставить почту, может оставить телефон, ну и имя, то есть, и там задать вопрос. Вот. Зачастую не пишут люди телефон, вот, а просто почту присылают, им пишешь письмо, они там либо тебе не отвечают, потом забивают и забывают, есть ли какое-то там, не знаю, там действие, какой-то инсайт, как человек такого там подтянуть, вот сейчас вот, какой-то такой лайфхак. На самом деле, почта, это такой условный вопрос, его можно вообще не делать обязательным, если вы оставите только телефон, то люди будут заполнять телефон. Конечно, имя и телефон. Почту нафига не надо. Потому что вот у меня, допустим, оказалось, что моя аудитория, только там 10% имеют почту, почтовый адрес, знаете, то есть, email рассылки, они просто исключены в моем случае. Поэтому мы идем обходным путем. Все-таки финансисты вы нашли из числа рекомендуемых рекомендуемых контактов акселератора или сами искали как-то? Нет, это мой личный контакт. Я человека знаю давно. Я просто таких, то, что касается финансов или каких-то таких нюансов, подбираю людей из своих знакомых или там дизайнера. То есть, я всегда смотрю проверенных людей чужим контактам. Они могут ли быть знакомы и иногда давать себе какое-то послабление в работе? Потому что бывает такое, что вроде бы вы знаете, вроде бы вы на короткой ноге и человек как-то расслабляется и не доделает. ответственных людей, которые отвечают за свою работу от и до. Которые сами требовательные и исполнительные. С такими легче работать. Это круто, конечно. Вы как управленец можете какую-нибудь книгу посоветовать по управленческому делу? Не знаю, там, какую-то книгу, которая вас почилила, перевернула сознание. Антихрупкость великолепная. Антихрупкость? Да, шикарная. Вот это все я прям запишу. Антихрупкость рекомендую прочитать. Мне кажется, такое название для женщин, которые ведут бизнес. Нет? Антихрупкость. Нет, это сегодняшняя ситуация. Нам тоже подойдет. Черный лебедь. Черный лебедь, кстати, да, рекомендую. Черный лебедь. А у них несколько, кстати, этих книг. Черный лебедь и еще есть одна книга, это продолжение. Белый лебедь. Возможно. Ладно, давайте завершать. Да, и по традиции в конце каждого интервью мы хотим, чтобы наш эксперт-продюсер, вы в одном лице, да, эксперт-продюсер, дали какую-то полезность нашим зрителям, которые посмотрели это интервью в качестве, может быть, скидки на один из пакетов или на, ну там, на все пакеты. скидку определяем сейчас в формате реального времени, сколько она будет действовать после выхода этого видео, тоже мы определяем сейчас, и какой-то промо-код придумаем тоже прямо сейчас. Ну, промо-код можно придумать, название ваше какое-нибудь сформировать одним словом. Так. Думайте. Нет, антихрупкость. Антихрупкость, кстати, круто, крутой промо-код. Классно. Вот, пусть и будет, потому что я впервые слышу такое словосочетание, это очень интересно. Размер скидки. Размер скидки 30% на пакет с моим сопровождением. Это премиум, который? Пакет премиум, 30% скидка, личное сопровождение, это невероятно круто. И сколько будет длиться период времени, когда будет действовать эта скидка? Месяц. После выхода видео? Да. Друзья, все, резюмируем. 30% скидка на пакет премиум с личным сопровождением в течение месяца после выхода этого видео по промо-коду антихрупкость. Давайте. Я сам пойду запишусь. Давай, будешь делать ноготочки. Спасибо вам большое. Спасибо. Очень приятно. Да, было интересно интервью. Помимо, да, про полезность заговорили, интервью само по себе было полезным. И вот еще получается бонус. 30% скидка. Дорогие вещи со скидкой с большой покупать приятнее, чем дешевые без скидки. Что хочется сказать Елене? Она успешна и без онлайн-образования, и без онлайн-школы, да? У нее есть салон, премиум-класса, у нее есть своя аудитория. Очень хорошо интегрировала именно обучение своих специалистов в формат онлайн-образования. Это говорит так о том, что вот у нас уже был эксперт, который интегрировал онлайн-образование именно тоже в свой бьюти-салон, кстати, помнишь, о котором мы говорили, что это хорошая схема, во-первых, научить своих специалистов быть компетентнее, и тем не менее дать возможность другим специалистам со всей России тоже обучаться в твоей школе. Согласен. Согласен. Это опять-таки к слову о том, что не только заработать, но еще и почувствовать вкус к жизни, к бизнесу в том числе, потому что когда ты уже знаешь, и для тебя не становится новым открывать новую точку твоей крупной сети, ты уже понимаешь, какие процессы будут происходить, но как человек творческий, а бизнес это тоже такое творчество отчасти, то стоит искать новые формы и форматы, и онлайн бизнес, онлайн образование это отличное подспорье. От нее мне очень понравилась рекомендация по тому, как составлять аватары, как составлять аватары целевой аудитории. Дельно поговорили на наших мероприятиях оффлайн, как раз стоит позадавать вопросы, 10 вопросов составить, опросить и выявить кто и кто. И опять-таки просто проанализировать кто к нам чаще всего приходит, что за лицо, что за портрет, то есть это будет наша ЦА. В принципе, у нас есть общее понимание, то есть нужно какие-то отстройки делать, кто еще. Она сказала, что ее целевая аудитория в принципе смежна с нами, люди успешные, люди, которые готовы платить за свой отдых те деньги, которые мы просим за это. и мне очень понравилось, что она сказала, что я фанат вина и хочу побывать на ваших онлайн мероприятиях. Да. Я замечтался. Ну да, классно в общем. Да, ну что же, спасибо ей, позитивно, энергично. Цель и задача прописать целевую аудиторию и сделать опрос. Ну, собственно говоря, это и есть. То же самое. Субтитры сделал DimaTorzok